Сейчас мы находимся на слёте Дети Ангелов, где подопечный благотворительного фонда Подари Завтра, 4-летний Костенька Журавлёв, проходит курс реабилитации. Так давайте сейчас познакомимся с ним и с его мамой поближе. У Кости детский церебральный паралич. В благотворительный фонд его семья обратилась два года назад. Ребёнок уже проходил курс реабилитации в Казани, после которой он начал ходить на цыпочках, пусть не очень уверенно, но самостоятельно. И вот так съездили, нам оплатили там лечение, всё. Вот и в Казань, потом второй раз мы поехали уже за свой счет. Вот в прошлом году ездили, и вот сейчас вот с доброй руки оплачивают нам на Дети Ангелов лечение. На курсе реабилитации Дети Ангелов, который был оплачен благодаря сборам фонда Подари Завтра, с малышом занимаются различные специалисты. Вместе с логопедом он учит слова, благодаря чему намечается положительная динамика в произношении. Там же мальчик проходит курс оздоровительного массажа полости рта. Ну а основные усилия направлены на работу с голеностопным суставом. Специалист по физической реабилитации Александр Рыбаконь занимается с мальчиком два раза в день. Можно долго удивляться, глядя на то, как старается этот малыш. С каким упорством и мужеством, несвойственным его ровесникам, он преодолевает боль. Да, Константин действительно очень хороший ребенок, очень перспективный. Почему? Потому что, в первую очередь, это интеллектуальный, сохраненный ребенок. И, опять же, я же говорю, как мы видели, что он самостоятельно передвигается, сам себя обслуживает. Это уже говорит о многом. Я думаю, что в дальнейшем, если с этим ребенком будет заниматься постоянно, опять же, как мы дали рекомендации маме, что его либо нужно будет уделить внимание, может быть, все-таки там прогипсоваться, то есть есть еще такие методы, да, там, как всевозможные обколки диспортом, то есть, либо же операции по Ульзибату, то есть, очень много всевозможной помощи для Константина, да, то есть, нужно родителям, естественно, это решить. Вот. Я думаю, что этот ребенок будет ходить, ну, конечно, может быть, останутся какие-то там в походке изменения. В любом случае, они останутся, потому что, сами понимаете, этот диагноз не проходит бесследно, скажем так, но, в принципе, ребенок может себе, я думаю, что очень хорошие шансы на то, что он будет самостоятельно социализирован. Ну, а в целом Костя, как и все дети, любит узнавать что-то новое, играть в игрушки или стать книжки с любимыми сказками. Вес Кости при рождении был 4 килограмма 540 граммов, рост 60 сантиметров. Кстати, любимый сказочный герой мальчика – это Илья Муромец. Давайте вместе поможем вырасти ему сильным и здоровым, чтобы, глядя на него, можно было смело сказать «настоящий богатырь». Он готов изрядно постараться, чтобы достичь хороших результатов. Нужна лишь помощь в этом. Вот уже второй раз с фондом так общаемся, и люди помогают. Мы очень благодарны, спасибо. Такое складывается ощущение, что есть поддержка, есть, что мы не одни в этом, что люди понимают, в какой ситуации мы находимся. И хочется надеяться, что будет дальше так, чтобы помогать, чтобы поддерживать друг друга. Поставим малыша на ножки, дадим ему шанс на светлое и счастливое будущее. Чтобы помочь ребенку вырасти, как все дети, и жить полноценной жизнью, вы можете отправить смс-сообщение на номер 7715 с текстом «Дело». Затем через пробел написать сумму, которую вы готовы перечислить. Более подробную информацию о фонде и ближайших мероприятиях вы сможете получить на сайте подаризавтра.ру. Все выпуски проекта вы найдете на сайте ctc.ru. Субтитры создавал DimaTorzok